Теперь его мастер восстановил, он полностью работает. И я хотел показать, как он действует. Вот, кстати, его родной паспорт, схема. Схема очень помогла в ремонте. И посмотрим, что же у него внутри. Вот у него такая съемная крышка, на которой надписи сохранились. Написано Маркиза, Кэт, Люба, Катя. Это, видимо, те девушки, которые учились в Кулинарном училище и пили в музыкальной группе. Что у нас внутри? Внутри у нас блок головок, он спрятан под этой крышкой. И бегает вот такое кольцо из ленты, которое можно периодически менять, поскольку он осыпается. Есть вот такая ручка старт и стоп. Она прижимает резиновый ролик к тонвалу, чтобы бежала лента. Ну, сейчас я подключил микрофон МКС-100. И сигнал подал просто на музыкальный центр, как на усилитель. И посмотрим, как он работает. Включаю сам гербератор. Включаю прижим. Ну и посмотрим, как работает звук. Включаю микрофон. Какой громкий хлопок. Проверяем. Проверяем. Раз. 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 Сигнал проходит, это уже хорошо. Уровень записи выставим, чтобы не зашкаливало. Ну и пробуем первый канал. Эта головка находится ближе всего к записывающей. Всего таких головок у нас пять. Итак, включаем первую головку. Раз. 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 Время герберации очень маленькое. Раз. Два. Три. Раз. Раз. Включаем второй канал. Раз, два, три. Это звучит второй канал. Раз, два, три. Раз. Включаю третий канал. Эта головка чуть подальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Идет немножко самое возбуждение. Включаю четвертый канал. Раз. Раз. Могу добавить уровень воспроизведения с четвертого канала. Раз. Еще добавлю. Раз. Ну и пятый канал, самый далекий от записывающей головки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, добавлю звук. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно, кстати говоря, микшировать какие-то каналы, чтобы получалась такая каша из звуков. Ну, допустим, третий и пятый. Включаю третий и включаю пятый. Раз, 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 два, 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 три. В общем, можно экспериментировать, как удобно, кому как нравится. Раз, два, три. Ну, вот такой эффект пустого зала, первый канал, самый лучший, на мой взгляд. Кстати, в какие-то годы, по-моему, в конце 80-х, отец купил на смену вот этому эхо ревербератор цифровой, который назывался Рубикон. Он был очень доволен, и я вместе с ним тогда ездил в магазин и его покупал. И, как оказалось, через неделю или через две он его сдал обратно в магазин. А причина была в том, что прямой сигнал, вот который сейчас звучит, он почему-то не проходил через этот ревербератор, а шли только отражённые сигналы. И поэтому никто из девушек петь не мог, никто опережать музыку не мог, чтобы попасть в нужный промежуток времени. Сколько не мучились с ним, всё-таки пришлось его вернуть обратно в магазин. И вот этот эхо, монофонический, плёночный, он работал ещё очень-очень долго, много лет. Но и сохранился у меня. Вот я снял крышку с блока головок, и здесь всё как на ладони. Вот она самая записывающая головка, первая. И воспроизводящие, первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. И в конце стоит головка стирающая. Плёнка проходит по кругу, и круг замыкается. Но ещё раз напомню, вот ручка, которая включает рабочий ход, прижимает резиновый ролик к ленте. Эти кольца периодически можно просто склеивать из катушечной магнитофонной ленты в кольцо с помощью скотча и менять их. Само управление ревербератора очень простое. Вот она, кнопка включения. Первая ручка – это уровень воспроизведения. Вторая ручка – уровень записи. Всё это регулируется прекрасно. И дальше уровень воспроизведения по каждому из каналов. Плюс кнопки и включение. Всё работает замечательно. Так, как и должно работать. Ну, а вот задняя панель «Эхо». Здесь всё очень просто тоже. Есть, правда, клавиши включения дистанционного управления. Дистанционное управление состоит всего лишь из одной кнопки «Старт» и «Стоп». Больше ничего там нет. Правда, само дистанционное управление у меня не сохранилось. Хотя, может быть, где-то оно и есть. Гнездо выхода. Отсюда снимаем сигнал на усилитель. Вот микрофонный вход. И сюда можно включать электрогитару. Для этого уже используется микшерный пульт. Кстати, в паре с ним работал микшерный пульт «Электроника ПМ-01». Вот у меня от него остаются очень хорошие впечатления, хотя многие его ругают. Но мне этот пульт очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!